Эта боевая машина пехоты была передана Министерством обороны Аддерскому военкомату, в котором она числится как боевая единица. Такой БМП спас сотни солдатских жизней, стал символом войны в Афганистане. Андрей Монохин был арт-разведчиком, награжден орденом от Благодарного Афганского народа. Ветеран-интернационалист стал одним из инициаторов создания мемориала. Я думаю, что прежде всего это будет символом, что войны были, но их не должно быть в будущем. Почетный караул, минута молчания и цветы. Вместе с интернационалистами праздник отмечали десятки горожан. В митинге участвовали школьники и студенты, ветераны войны, представители власти и депутатского корпуса. Я хочу отдать слова дань и благодарности тем людям, тем солдатам, тем мальчишкам, которые, пройдя школу, были признаны в армию, в советскую армию, которые фактически, пройдя небольшую подготовку, вступили в бой. Они все герои, потому что они воевали, понимая за что. Воинов-интернационалистов и членов семей погибших в международных конфликтах пригласили в администрацию курорта. Глава города отметил особую миссию этих людей. Героически выполняли свой воинский долг. И это главное. Они выполняли задания Родины. И делали это с чистой совестью, открытым сердцем и доказывали своим героизмом именно любовь к нашей Родине. Гиви Алассани сразу после окончания музыкального училища в 79-м году ушел служить в армию. Но вместе с повесткой из военкомата в его жизнь ворвалась война. Сейчас его цель – не дать забыть подрастающему поколению о том, что было. Дети занимаются именно патриотическим воспитанием. То есть они изучают афганскую войну, они изучают афганские стихи, песни. Те дети, с которыми мы общаемся, с которыми мы проводим мероприятия, они это понимают и они знают, что такое Афганистан, что такое война. Участникам боевых действий глава города вручил юбилейные медали – 35 лет ввода советских войск в Афганистан. А вдовам и родственникам погибших – цветы и подарки. 723 сочинца участвовали в боевых действиях на территории республики. 15 живыми домой не вернулись. Один до сих пор в списках пропавших без вести. В этот день мы вспоминаем всех, кто не дошел с нами до окончания боевых действий. Естественно, оказываем помощь семьям погибших, инвалидам. Вспоминаем всех. Это памятный и праздничный день. Почему? Потому что люди собираются, вспоминают и показывают, что такое боевое товарищество. По традиции все воины-интернационалисты из семьи погибших ездят на кладбище, чтобы почтить память погибших братьев, отцов и мужей. Но теперь в Сочи есть памятник афганцам, куда родственники смогут приносить цветы. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.